В Кашкабском районе продолжается одна из самых волнительных акций, приуроченных к 75-летию Великой Победы. Вручение юбилейных медалей 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. На прошлой неделе юбилейные медали были вручены труженикам тыла, проживающим на Тербовском сельском поселении. Обладателей заслуженных наград с предстоящим праздником поздравили председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и глава поселения Наталья Косицына. От души поздравляем с предстоящим юбилеем, хорошим Днем Победы и вручаем вам эту медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта медаль сама, это вот вам удостоверение. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, все остальное у вас есть, только здоровье. Хорошо? Живите долго, долго и нас радуйте. Приехали вас вручить вам памятную медаль в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Это вам памятная медаль, это удостоверение. Ой, спасибо вам большое. Это весенние цветы и чтоб здоровья было, чтоб не болели, не болели. Ладно? Супруги Александра Терентьевна Шпорт и Александр Олимпович Попов являются свидетелями многих исторических событий. За их плечами многолетний и теренитый трудовой путь. На своих детских плечах они вынесли тяготы войны и наравне со взрослыми помогали ковать победу. Я в семь классов закончила и пошла в ремесленную. Ну, это после войны. Если ты нечего, голодам кормили хоть. А потом уже как прошли этот вот курс, вот этот ремесленный и все. Ну, нас на завод, каждого, куда и куда, чего, чего. Ну, у меня на завод, на Стекольный, там же на Урале, город Красноусольск сейчас. Он был поселок как, а то Бешкирская сель. Ну, а потом же я работала на парасиловом. И оттуда нас посылали, мужчин-то нету, дрова пилять. В лес, вот когда война была. А снегу вот так вот. А мы в лаптях. Лапти не знаете, что такое? Знаю. Вот это в лаптях пиляли дрова девочки. Мужчин не было, а потом уже плен отпрыгнали. Тогда уже вас освободили, вы на свои места на заводе работали все. В Тихах, кто где, кому поедали. А потом я пошла учиться уже после. В 48-м отправили меня в Ашхабад учиться на пирометражиста на стекольном заводе. Вот это. Ну, вот так вот. Так, чё. Ну, так чё. Крапиву ели с дочкой. Крапиву ели пока там, жила на Урале. И мукой посыпет мачеха. Я вообще-то и маму не знаю. Своя она меня родила и умерла. Оттуда женился я с мачехой жила. Вот после войны, как меня уехал я в Ашхабад. И там техникум такой кончила. И периметражистом работала, тоже на стекольном заводе. Вот. Ну, тогда уже мне было сколько? Двадцать лет? Девятнадцать. Этого года проработала я уже. И вот этих военных пригнали. Землетрясение случилось. Вот два года я там уже проработала. Землетрясение случилось там. Сильно страшное в Ашхабаде. Это в сорок восьмом году. Вот. А потом вот это появился, военных пригнали спасать. Ну, кто заваленный, кричит там, спасали их. Ну, вот один такой шпорт появился там, спасал. Ну, и что? И взял меня сюда. Взял сюда. А я где что-то буду работать? В колхоз пошла. Разве не испугалась, ничего. В городе жила, пошла в колхоз. Тяпку взяла и пошла. Он говорит, ты сумеешь там? Я говорю, сумею. Подумаешь, тяпкой тяпать. Ага. И вот прожили мы у свекрухи. И у ней свекруха-свекруха еще жила. Три года. Ну, у меня уже родилось двое детей. А потом уже купили. Он выучился на комбайнера. Он воевал этим. Ну, вот командовал. Огонь-огонь. Вот. Вот так. Ну, и потом валил. Уже мы докупили себе хатку другую. Отошли. А потом построились. Строились. А дети лезут. Ну, что делать? Их и стали гонять на эту, на целину, на комбайнерках. Здесь закончат горку. Туда отправляли их работать. Ну, там он заработал себе рак пищевода. И я 46 лет. Он умер. И я осталась четверо. Четверо уже. Вот у меня бригадир. Тогда же от колхоза носили почту. Вот. Колхозной вообще. А потом нас перевели. Он меня послал почту носить. И все. Я не хотела уже. Привыкла. Там и зерно дают. Там и все. А тут что? Ну, я и тут проработала 18 лет. Вот эта шамедаль моя. Вот. Вот. 18 лет на почте. Подняла детей. Всех женила. Всех давала в донос. Трое девчат и сына. Проработал 42-й. Проработал 43-й. И только по стечению обстоятельств, нет меня зависящих, если сказать, меня отправили учиться на киномеханика. Ну, приехал я в Ревду. В кармане ноль. Тут ноль. Время-то такие были. В 52-м году я лейтенант железнодорожных войск присвоили. В 44-м году, 4-го апреля, я уподобился получить звание спичек вагонов на станции Евдаль-1. И с этого начинается моя одессея. Сначала спичек вагонов, потом оператор, потом дежурный по станции. И у меня два института. Первый институт ДТШ Дорожно-техническая школа дежурный по станции. Второй ДТШ начальник станции. Вот. К сожалению, время беспощадно и здоровье их уже подводит. Но, тем не менее, супруги идут по жизни рука об руку, согревая друг друга душевным теплом и вниманием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова